В недавнем обновлении бета-клиента с тем пользователи обнаружили несколько файлов, связанных с грядущим перезапуском сервиса Valve. Все они относятся к изменениям в работе чата. Компания планирует усовершенствовать структуру комнат для общения и качество голосовой связи. А также внедрить возможность отправлять медиафайлы и создавать ссылки приглашения для чата. Помимо этого, вероятно, появятся групповые видеоконференции. Вслед за информацией о файлах бета-клиента с тем неизвестный пользователь Твиттера публиковал. Скриншот предполагаемого нового дизайна списка друзей чат-комментов. Возможно, именно так вскоре будут выглядеть чаты с тем. Помимо этого, несколько часов назад на форуме-зоне Афгамис появилось большое описание. В функции, которые якобы внедрятся одним из ближайших обновлений бета-клиента с тем. Если список подлинный, а написан он, стоит отметить, в настоящем времени, будто обновление уже доступно, то Valve уже близка. К началу публичного тестирования нового интерфейса, перечень нововведений и изменений, возможность создавать именные комнаты с уникальной аватаркой, где можно общаться текстом или голосом, качество связи при этом значительно улучшилось, рассылать приглашения. В лоббе и следить за статусом своих друзей. Каждый чат поддерживает медиафайлы, картинки, гифки и другие материалы, а пользователей можно приглашать в комнаты с помощью Invite. Ссылки. Все ваши перечисленные функции работают не только в клиенте. С тем, ну и в обычном браузере, обновленный дизайн списка друзей, избранных пользователей и комнаты можно закрепить наверху интерфейса. А личные списки теперь выстраиваются исходя из присвоенных вами пользователям прозвищ, в списке друзей подробно. Указано, чем сейчас занят каждый пользователь в игре, начинает мультиплиерный матч, исследует локацию, проражается с боссом. Эта функция отдана на усмотрение разработчиков каждого отдельного проекта. Новые возможности и изменения вызывают в. В памяти популярный сервис для общения D-Short, который развивается семимильными шагами. Вероятно, в Альве захотелось внедрить все ключевые особенности независимого геймерского мессенджера в стиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok